А вы тоже думали, что соски на мужской груди выполняют исключительную декоративную функцию? И зачем они вообще нужны тем, кто не рожает, непонятно. Причем соски есть не только у мужчин, но и у самцов других видов млекопитающих. Зачем в организме нефункциональные части? Это может показаться очень странным, но мужская грудь вполне может вырабатывать молоко. Отцы и в самом деле могут быть кормящими в самом буквальном смысле – вскармливать детей собственной мужественной грудью. Это правда, и мы поделимся с вами интересными фактами о мужской лактации. Мы привыкли думать, что кормить ребенка грудью может только мать или другая женщина, которая недавно родила и взяла на себя роль кормилицы, потому что лактация начинается именно в связи с беременностью и родами. На самом деле, это не обязательно именно так. Известно немало фактов, когда функцию кормления ребенка грудью убрали на себя женщины, которые не находились в состоянии беременности и не рожавшие. Например, в некоторых племенах индейцев в случае болезни или гибели матери ребенка начинала кормить бабушка или другая родственница, причем вовсе не обязательно недавно рожавшая. Малыша просто начинали прикладывать часто к груди, и вскоре в ней появилось молоко. Лактация без беременности может начаться и у приемной матери. Перейдем к другим удивительным фактам. Известны также случаи, когда точно по тем же причинам детей начинали кормить грудью мужчины. Описано даже целое племя пигмеев, в котором детей по очереди кормят и отец, и мать. Кто не на охоте, тот и кормит. Все честно, все обязанности пополам. В конце XIX века вышла на свет книга Уолтера Пайло и Джорджа Голда, в которой авторы описывали несколько случаев, когда мужчины кормили детей, оставшихся без материнского молока. В одном случае это был даже не отец ребенка, а просто сердобольный моряк, пожалевший младенца, у которого умерла во время плавания мать. Мужчина прикладывал к груди малыша, чтобы тот не плакал, а потом вдруг появилось молоко. Зафиксирован подобный случай и в наше время уже в XXI веке. У мужчины, виджерантны, умерла супруга, а маленькая дочка отказалась есть смесь. Отчаявшийся отец стал прикладывать ее к собственной груди и обнаружил, что тоже может обеспечить свое дитя молоко. Значит, соски на мужской груди не просто так находятся. Почему тогда не каждый отец становится кормящим? Мужская грудь может вырабатывать молоко, хотя и не очень много. Накормить ребенка хватит, по крайней мере, на какое-то время. Для лактации в молочных железах мужчин есть все необходимое. Но для запуска лактации нужны еще гормоны, уровень которых у женщин в несколько раз выше. Это в первую очередь пролактин, который включает молочные железы в режим лактации. У женщин это происходит во время беременности, когда уровень пролактина возрастает многократно. У мужчин тоже вырабатывается, но в небольшом количестве, и для запуска лактации его недостаточно. Усилить выработку пролактина может стимуляция сосков, что и происходило, когда мужчины начинали прикладывать голодное дитя к груди. Вероятно, определенную роль играет и психологический настрой, в котором мозг отдает организму приказ. Срочно начать производство пролактина и молока. Ребенок голодает. Есть и патологические причины, из-за которых может начаться лактация, например, аденомогипофиза, от которого зависит синтез пролактина в организме, или последствия голодания, после которого в некоторых случаях может начаться выработка молока. Подобные случаи были отмечены у освобожденных из нацистских канцлагерей заключенных. После такого, как из-за голодавшейся мужчины начинали нормально питаться, восстановление функции могло идти неравномерно. Эндокринная система вырабатывала больше пролактина, чем могла утилизировать печень, и в результате начиналась спонтанная лактация. Известно также, что некоторые лекарственные препараты могут вызывать выработку молока мужской груди. Собственно, ничего удивительного в этом нет. После оплодотворения яйцеклетки эмбрионы некоторое время развиваются совершенно одинаково. Половая дифференциация происходит позднее, чем закладываются зачатки молочных желез. Поэтому сосками рождаются все, и мальчики, и девочки. Только потом под действием гормонов тканей молочных желез у девочек развиваются, а у мальчиков остаются неразвитыми. Но если гормональный фон меняется, они вполне могут начать делать то, что могут производить молоко. Чем и пользуются некоторые трансгендерные родители. Например, лактацию удалось вызвать, как бы не запутаться с гендерной принадлежностью, когда человек сначала был мужчиной, но потом переквалифицировался в женщину, правда, без удаления мужского полового органа. Но с увеличением груди, для чего проводился курс гормонотерапии. Тем временем, любимая женщина этого трансгендера вынашивала ребенка, и родителю с измененным полом очень хотелось малыша кормить. Стимуляция сосков и прием гормональных препаратов сделали свое дело, и к моменту появления новорожденного на свет трансгендерный родитель уже мог кормить малыша грудью. Во всяком случае, в течение шести недель ребенок получал грудное молоко. В груди счастливого кормильца вырабатывалось около 250 миллилитров полноценного молока ежесуточно. Это дарит нетрадиционным парам надежду испытать все радости материнства, даже если оно на самом деле отцовство, если малыш вообще рожден суррогатной матерью или усыновлен. Но и традиционные гетеросексуальные родители тоже, наверное, могут открыть для себя новые возможности, поступая как африканские пигмеи, кормить ребенка вместе. И не какой-то искусственной смесью, а нормальным отцовским молоком. Всего-то и надо устроить встряску гормональной системе переживаниями и гормональными препаратами, хотя можно и без них. Активно стимулировать соски, выжимая из них по капельке то, чего там быть в естественных условиях не должно. Процесс непростой, но осуществимый. Так что, если зачать ребенка обычный мужчина не может, то вот вскормить грудью, как оказывается, вполне способен. В 2009 году студент экономического факультета Рагнар решил поставить эксперимент на себе. Он начал стимулировать свои соски с помощью механического молока-отсоса, чтобы вызвать лактацию. Использовать гормоны Рагнал не собирался, надеясь повысить уровень пролактина до необходимого уровня только постоянным механическим воздействием на грудь. Мужчина даже создал сайт, на котором собирался регулярно отчитываться о своих успехах, но ничего не вышло. Его грудь так и не наполнилась молоком. А жаль, ведь если бы он достиг своей цели, это могло бы внести в отношения отцов и детей много нового. Помогло бы мужчинам стать ближе к детям. Впрочем, мужчины могут прикладывать детей к груди и без лактации, как дают крохи пустышку для успокоения. Грудь даже без молока гораздо лучше пустышки, она даст ребенку ощущение тепла, защищенности и уюта. Джек Ньюман, эксперт по грудному кормлению. Отец может, конечно, прикладывать ребенка к груди, но без серьезного гормонального срыва молока в ней не появится. Высокий уровень пролактина, необходимый для запуска лактации, будет связан с нарушениями здоровья, ведь мужской организм не рассчитан на такую функцию. Выработка молока становится вероятной при опухоли гипофиса, циррозе печени, в которой утилизируется пролактин или вследствие проявления побочных эффектов некоторых лекарств. Тереотические самцы многих видов млекопитающих способны к лактации, но естественным этот процесс считать нельзя. Пусть эта возможность остается для экстремальных ситуаций.